Как быть с опасностью смерти на границе? Это деликатный вопрос. Ведь мужчины и женщины на границах каждый день рискуют своей жизнью. Мы склоняемся перед их службой в своей стране. У нас всё хорошо, и мы можем исполнять свой долг только потому, что вы выполняете свой. Иначе мы не смогли бы исполнить свой долг. Смерть — постоянный спутник каждого человека. Я не пытаюсь её принизить, но солдат относится к ней более осознанно, чем все остальные. В основном, остальные люди считают, что умирают только другие. Они не думают о своей смерти, но солдат знает, что он или она может умереть в любой момент. И это осознание кардинально отличает их работу от практически любой другой деятельности. Мы должны понимать, что в этой стране возникло одно из величайших учений. Я не эксперт в этом, но одно из величайших учений, которое повсеместно распространено в Индии и по всему миру среди изучающих его людей, — это гита. Вы должны понимать, что Кришна решил преподавать Своё учение на поле боя. Он мог выбрать другое. В 1213 лет они жили в джунглях, в мирных джунглях, где Он мог преподавать Своё учение. Они могли построить ашрам и преподавать учение, но Кришна выбрал поле боя, потому что человек никогда не осознаёт природу Своей сути. Если только не столкнётся со смертью лицом к лицу. Поэтому я постоянно говорю о смерти. Я говорю о смерти людей, но упоминание об этом сильно угнетает людей, если я продолжаю говорить об их смерти. Поэтому я буду говорить о своей смерти. Вернёмся к чьему-то недавнему вопросу. «Садгуру, здоров с ним, всё в порядке?» Со мной всё в порядке. Но вы можете быть абсолютно здоровы и всё равно умереть. Вы можете быть молоды и всё равно умрёте. Вы можете заниматься спортом и всё равно умрёте. Только когда вы осознаёте свою смерть, исследование природы моего существования становится естественным стремлением, что существует за рамками этого тела. я не пытаюсь принизить ту ситуацию, в которой оказались яванцы и офицеры на границе. Они сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, опасностью и смертью в реальной жизни. не как с понятием, а в реальной жизни. Я ни в коем случае не пытаюсь этого принизить. Но я хочу сказать, что это невероятное место для тех, кто хочет обратиться внутрь себя, потому что для человека, естественно, осознавая свою смертность, испытывать желание узнать, что существует за рамками этого тела, и это стремление называется «духовный процесс». Неважно, к какому полу, касте или религии вы относитесь, у каждого должен быть небольшой островок внутри себя, который находится за пределами их тела, за пределами их умов. Если это будет в их жизни, то когда придёт время избавиться от этого тела, неважно по естественным или неестественным причинам, вы сделаете это очень достойно. Потому что для каждого человека, я говорю сейчас не только про солдат, а про всех людей. Это время придёт. Вы не знаете, когда оно настанет. Но если у вас был опыт за пределами этого тела, за пределами этого разума, вы сможете справиться с этим аспектом жизни намного лучше, чем вы сможете сделать это сейчас. Друзья, я напоминаю, что до встречи с Садгуру в Москве осталось совсем немного. Она пройдёт уже 3 июня. Все подробности по ссылке в описании. Увидимся там. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова